МЧС готовится взрывать заиленные участки рек в Приморском крае. Только так можно расчистить русло, чтобы новый паводок свободно прошел вниз по течению. Сейчас там много ила, мусора, который смыло. Дело в том, что тяжелая техника просто не может пройти к месту, где вода застаивается. Глава МЧС Владимир Пучков отдал команду организовать взрывные работы и предупредить местных жителей, чтобы не пугались. В Приморье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Там ожидают удар нового тайфуна Нам Тиун. Уже подошел к региону вплотную со стороны Китая. А предыдущий тайфун Лайн Рог принес в Приморье несколько дней назад сразу трехмесячную норму осадков. Глава МЧС и губернатор края Владимир Миклушевский облетели сегодня на вертолете наиболее пострадавшие районы. В поселке Кромовка они пообщались с местными жителями. Этот населенный пункт оказался отрезан от внешнего мира. Там обрушился единственный мост через речку. Глава региона успокоил людей. Говорит, компенсацию начнут выплачивать уже в ближайшее время. Правда, все разрушенное в поселке обещают восстановить не раньше будущего года. А где же и сейчас? Пока жители на большую землю перевозят спасатели с помощью лодок. В пострадавшие районы перебрасывают дополнительные отряды спасателей. Доставляют медикаменты, воду, продукты питания и все необходимое местным жителям. С людьми работают психологи. Все подразделения МЧС в Приморском крае переведены на двухсменный режим работы. На местах работают оперативные группы. Жители, чьи документы утрачены, пострадали во время паводка, смогут восстановить их бесплатно.